Кручу педали, а дорожку не дали. Комфортно ли велосипедистам ездить по городу? Европейский пример и калининградская реальность. Всему виной наркотики. Новые подробности страшного убийства на улице Добролюбова. Полвека вместе Людмила и Иван Ньорба празднуют День семьи, любви и верности уже 50 лет подряд. Не говори ничего. Жена торгов с наркотиками просила его молчать, но суд не внял ее просьбе. Ночуешь в Литве? Доплати за место в гостинице. Новый налог для туристов. Здравствуйте. В эфире служба новостей город в студии Мария Лукьянова. И главной теме. От Южного вокзала до Верхнего озера на велосипеде. Пока власти продолжают обсуждать транспортную схему города, велосипедисты, водители и пешеходы выясняют, кто на дороге главный. Списать двухколесный со счетов не так просто. Уже появляются специальные велопрофессии, девиз которых – никаких пробок. Наш корреспондент Ольга Захарова расскажет, готовы ли калининградцы пересесть на велосипеды и насколько удобны и безопасны городские тропинки для двухколесных. На работу с ветерком. Каждый день велокурьер Михаил Демьянов совершает с десяток рейсов по городу из одной точки в другую. Клиенты благодарят парня за скорость, а вот водители… Было такое, что водитель погнался за мной, открыл окно, начал орать матом. И неприятно, конечно, с такими людьми встречаться. Много лет велосипед был хобби, но уже два месяца – профессия. За эти несколько недель Михаил успел почувствовать разницу. Как относились калининградские водители к велосипедистам раньше и как реагируют на них сейчас. Возможно, поездки в Европу делают свое дело. Глядя на польских и литовских соседей, и наши автомобилисты становятся терпимей. А вот сами дороги пока оставляют желать лучшего. Ну, конечно, было бы лучше, если были велодорожки. Особенно, чтобы они были как выделенная полоса на автодороге, а не на тротуаре. Потому что если она на тротуаре идет вдоль дороги, то пешеходы просто идут по велодорожкам, даже не замечают. 7 июля стало известно о том, что в городе будет расширяться велосипедная сеть. Александр Ярошук поручил проработать маршрут от Дома искусств до Верхнего озера. Вроде бы, кажется, вопрос легкий. Что там взял, отделил. На самом деле, это не так просто. Массовое законодательство надо пересмотреть. Норматив и документов нормативных принять, чтобы это сделать. Нормативы, по которым в городе до сих пор оборудуются велодорожки, приняты еще в 1994 году. По правилам, выделенная полоса обозначается специальным знаком, а ее ширина не менее метра. Вот они, 13 километров велосипедного счастья. Сейчас самая развитая сеть велодорожек на Сельме. Запустили ее ровно год назад, ну а сейчас мы проверим, соблюдали ли правила те, кто требует этого от велосипедистов. Ширина 151 сантиметр. Что ж, все верно. Но за моей спиной отчетливо видно, как 20-30 сантиметров законного пространства велосипедистов съедают припаркованные машины. Со специальными знаками здесь тоже не прогадали. Установлен вертикальный знак и есть дорожная разметка. Вот так сеть велодорожек должна выглядеть к 2018 году. Интернет-сми сообщают, что 40% горожан готовы пересесть на велосипеды, если в городе будет комфортно и безопасно ездить. Так ли это, мы спросили у самих калининградцев. Ну, я без велосипедных дорожек катаюсь на велосипеде, как правило. Мне особо не принципиально наличие велосипедных дорожек. Я и так на велосипеде гоняю. С сыном. Без разговоров, естественно. В велосипеде я считаю, что для того, чтобы экология у нас была чистая, нужно сокращать количество машин, машина увеличивает количество велосипедов, велосипедов. Ну, мне удобнее в машине. Кроме Сельмы и Верхнего озера, велодорожка вдоль тротуара есть на проспекте Мира. А два года назад неизвестный художник нарисовал велотропинку на Ленинском проспекте в полсотни метра длиной. До конца этого года в мэрии должны подсчитать цену вопроса и расписать нормативы веломаршрута на Ленинском. А еще ответить на вопрос, быть или не быть Калининграду велосипедным городом. Ольга Захарова, Михаил Эльбаум. Служба новостей. Город. Оказался наркоманом. В истории трагедии на улице Добролюбова появились новые подробности. Напомним, 7 июля у многоэтажки в центральном районе был обнаружен окровавленный мужчина. Поспешившим на помощь прохожим он рассказал, что его брат убил собственную жену, причем сделал это на глазах троих малолетних детей. 29-летний подозреваемый был задержан в тот же день. Следственный комитет уже возбудил в отношении него сразу два уголовных дела. Убийство и покушение на убийство двоих. По версии следствия, ссора между супругами разразилась рано утром во вторник. Предполагается, что в порыве злости мужчина выстрелил в жену из травматического пистолета. Защитить женщину пытался 19-летний брат стрелявшего, но подозреваемый выстрелил и в него, а после начал бить ножом. В результате пострадавший был госпитализирован с ранением головы, живота и рук. 29-летний мужчина в настоящее время не задержан следователем в качестве подозреваемого по уголовному делу. Следствием также получены предварительные выводы наркологического исследования, из которых следует, что в момент совершения преступления подозреваемый находился в состоянии наркотического опьянения. Следствие намерено заключить подозреваемого под стражу. Несовершеннолетние дети, погибшие 6 и 4 лет, а также двухмесячный ребенок, находятся под временной опекой в семье сестры пострадавшей. Расследование уголовного дела продолжается. Кому мэр подарил ключи от квартиры, скоро ли Россия останется без западных продуктов, и почему пенсионерам стоит осваивать интернет, расскажем далее короткой строкой. Приговор Сергею Кривченко, виновному в нескольких смертельных ДТП, вступил в силу. Ни одна из сторон не подала апелляцию с требованием изменить срок. Напомним, 24 июня Кривченко приговорили к 3 годам и 11 месяцам лишения свободы. 7 месяцев, проведенных в СИЗО, засчитаны в общий срок заключения. Жители аварийных домов получили квартиры. 7 июля новоселье отпраздновали 110 гаражан. В ближайшие дни они переедут в современный жилой комплекс на улице Левитана. В правительстве заявили, что до конца года квартиры получат более полутора тысяч аварийщиков. 8. Через 10 лет импортных продуктов в России не будет. Об этом заявил глава Минсельхоза Александр Ткачев. По его мнению, отечественная продукция более востребована на рынке и превосходит по качеству западную. А господдержка сельского хозяйства позволит полностью заменить зарубежные продукты питания. 9. Калининградцы смогут получать пенсию через интернет. Для этого надо зарегистрироваться на сайте пенсионного фонда. Там можно составить электронное заявление, чтобы изменить способ доставки денег. После этого, со следующего месяца пенсия будет приходить выбранным путем, например, на дом. На реконструкцию аэропорта Храброво потратят более 2 миллиардов рублей. При этом из-за непредвиденных расходов или смещения графика работ сумма может увеличиться. Завершить ремонт планируют к лету 2017 года. Взяли в семью. Историю новорожденной Маргариты мы рассказывали в апреле. Напомним, Калининградка оставила коляску с грудной дочерью в Южном парке, а затем и вовсе написала отказную на ребенка. Сегодня стало известно, что девочку удочерили. Еще в одной калининградской семье мир и любовь царят уже 50 с лишним лет. И не только в день Петра и Февронии. Людмила Павловна и Иван Дмитриевич Нью-Йорба вместе уже полвека. За это время пережили все. Переезды, перестройки и долгие расставания. Несколько лет подряд Иван Дмитриевич уходил в далекие плавания, но всегда помнил, что дома его ждет любящая жена. Привозил ей из рейсов картины и сладости. А двое сыновей, четыре внука и пара правнуков – это то, что они подарили друг другу. Главное доверие. Я так понимаю, главное доверие. Несмотря на то, что он очень много в рейсе был, он мне всегда доверял. Он никогда меня ни в чем не упрекал. Ни в чем не упрекал. Но я считаю, что молодежи тоже надо доверять друг другу. Они поженились спустя месяц после знакомства. Но и сейчас смотрят друг на друга с нежностью. И не стесняются выражать свои чувства. Отметим, что 8 июля – день семьи, любви и верности. В скором времени может стать не только государственным праздником, но и официальным выходным. Об этом уже сейчас заявляют столичные депутаты. Смотрите во второй части нашего выпуска. В эфире служба новостей «Город» и мы продолжаем. За минувшие сутки в области утонуло 3 человека. Среди них оказалась 13-летняя девочка. Несмотря на запрет бабушки, которой девочка приехала отдыхать на лето из Липецкой области, она пошла купаться на реку. Когда школьница начала тонуть, находившиеся рядом дети кинулись ее спасать, но не успели. О других криминальных новостях мы расскажем вам далее в рубрике «Место происшествия». Освободился, продал наркотики и снова сел в тюрьму. В Черняховском районном суде вынесли приговор жителю поселка Мало-Исакова за торговлю героином. Мужчина ранее уже был судим за подобные преступления, но, как оказалось, наркопрошлым не завязал. Из зала суда пришлось вывезти его жену. Несмотря на мольбы ничего не говорить, подсудимый во всем сознался. Полиция задержала его почти с двумя стами граммами героина, которые он собирался продать в Калининграде. Изначально им была выдвинута версия о том, что наркотики ему не принадлежат. В ходе судебного заседания вина все-таки была им признана, раскаялась в содеянном. По словам подсудимого, в преступный бизнес его привели долги. Чтобы вернуть деньги, ему предложили поторговать героином. Суд приговорил мужчину к пяти годам и десяти месяцам колонии строгого режима. Калининградец стал очевидцем попытки украсть чужой велосипед и снял ее на свой мобильный телефон. Молодой человек прогуливался по улице Горького и увидел припаркованный двухколесный транспорт. Прохожий долго ходил вокруг да около, присматривался и проверял, нет ли поблизости хозяина. Но попытка утащить велосипед не удалась. Владелец повесил надежный замок. Полиция разыскивает подозреваемого в причинении телесного вреда здоровью. Месяц назад 33-летний калининградец заявил, что на него напали на улице Горького. Сотрудники уголовного розыска смогли найти фотографии подозреваемого, который попали на камеры видеонаблюдения. Если вам что-либо известно о разыскиваемом мужчине, просьба сообщить по телефону, который вы видите на своих экранах. Антонина Слатвинская, Павел Ткачев, служба новостей Город. Власти Вильнюса собираются ввести налог на проживание с туристов. С начала 2016 года за каждую занятую гостиничную койку путешественники будут доплачивать по 50 евроцентов. Мэр Вильнюса отметил, что новая мера коснется всех прибывающих в столицу Литвы. Осталось дождаться одобрения Горсовета, но предложение уже поддержали члены Ассоциации гостиниц и ресторанов. Владельцы спальных номеров также предлагают в 2017 году поднять тариф до 1 евро за подушку для туриста. Как сообщают литовские СМИ, эти деньги планируются потратить на улучшение имиджа отелей, либо открыть фонд для привлечения путешественников в Вильнюс. Впервые в Калининграде. Кинозвезды первой величины и режиссеры со всего мира. В кинотеатре «Заря» открылся фестиваль детских и семейных фильмов. Он проводится уже 10 лет подряд, но в Калининград до сегодняшнего дня не приезжал. К юбилею фестиваля организаторы приготовили настоящее шоу для зрителей. Привезли балетную труппу и расстелили красную ковровую дорожку. С места событий мой коллега Кирилл Попов. Калининградцы уже привыкли, что каждое лето на площадке у кинотеатра «Заря» появляются большие буквы. А слово «короче» знаменует собой открытие одноименного кинофестиваля. В этом году фигурная композиция появилась уже 8 июля. Причем совершенно другая. В кругу семьи это не только название, но и смысл нового фестиваля. Праздничное открытие фойе кинотеатра не вместило бы при любом желании, ведь народу пришло очень много. До начала праздника остаются считанные минуты, и сейчас все внимание приковано к красной дорожке. Уже скоро по ней пройдутся звезды отечественного кино. И пока все ждут, мы решили выяснить, кто же является любимцем калининградской публики. Федор Добронравов. Почему? Ну, смотрели сериал. Да, и вообще замечательные актеры, просто безуманно. Вообще Харатьян. Харатьян. Пустим. А чем нравится Харатьян? Катя, это вообще прекрасный мужчина. Все они хорошие, как говорится, мы не против смотреть, кто будет. Рады всем, так что добро пожаловать. Харатьян нам очень нравится. А почему? Поэтому мы ждем. Потому что энергичный человек с харизмой. И вот, наконец-то, на ковровой дорожке появляются почетные гости фестиваля. Среди них Ольга Кабо, Валерий Баринов, Светлана Немоляева и Андрей Мерзликин. Последним появляется Дмитрий Харатьян. Семья в одном доме. Под таким слоганом пройдет фестиваль кино в Калининграде. Свои картины о любви, добре и верности представят 15 стран со всего мира. А режиссеры, члены жюри и актеры тоже объединятся в своего рода одну большую киношную семью. Обещают и теплые творческие вечера. Этот, кстати, не стал исключением. Десценный избыток, положенный излишек. И ты меня вытравил, вытоптал, выжег. Дотла, дорогая, дотла. Неправда. То, что происходит на Верхнем озере, можно тоже назвать кино. Ведь кино невозможно без зрителя. А церемонию открытия калининградцы ждали, словно какой-нибудь новый блокбастер. И, нужно сказать, не зря. Торжественное открытие завершается балетом. И несмотря на то, что фестиваль еще не стартовал, он уже вызвал большой ажиотаж. Билетов на сеансы не достать. Кстати, они были бесплатные. Кино будут показывать до 14 июля. И пока взрослые будут смотреть фильмы, дети смогут повеселиться на игровых площадках вместе с аниматорами. Тем же, кому билетов не досталось, не стоит огорчаться. Каждый день у кинотеатра «Заря» будет проходить театрализованное шоу. А встретиться с известными актерами можно будет и в других городах области. Кирилл Попов и Михаил Эльбаум. Служба новостей. Город. Собака смотрит телевизор, а ящерица спасается от жары. Что сегодня обсуждали калининградцы ВКонтакте, Фейсбуке, Инстаграме, а также Ютубе. Узнаем далее. Чем развлечь собаку дома? Виктория Дмитриева считает, что тем же, чем и детей. Нужно всего лишь включить мультфильм. Если он еще и про котов, питомец точно будет доволен. Самый летний вид спорта – пляжный волейбол, подумают многие. Но эти экстремалы считают по-другому. Лето для них прежде всего – возможность заняться серфингом. Пользователи в комментариях такому увлечению только по-доброму позавидовали. Собираясь летом в отпуск, не забудьте самое важное – купальник, книгу и кошку. Таким советом делятся калининградцы в интернете. В жару обильно поливать приходится не только растения, а рожать, как оказалось, нужно и ящериц. Судя по видео, игуанье эти водные процедуры по душе. Присоединяйтесь к нам ВКонтакте, группа «Первый городской канал». Участвуйте в конкурсах и розыгрышах и делитесь в фото и видео с хэштегом «Первый городской канал». Самые приятные события из жизни калининградцев в нашем традиционном опросе. Мы на пенсии ходим, гуляем, отдыхаем, нагораем на море. Вот и все. Я поступаю на фору, мне очень нравится эта профессия. Внучка вторая родилась, вообще чудо. Вот есть старшая, есть младшая теперь. Замечательно все. Мы приехали к вам издалека, ну как издалека, из Москвы, из Смоленска, смотреть Калининград, смотреть ваши все курортные местечки. Нам очень-очень понравилось, мы купались на море. Здесь ребенок растет, радуется, занимается спортом. Отличное лето, какое же настроение, видите, какая черная. Купаемся на море, загораем. Гуляю с дочкой по площади, хорошая погода. Только приехали с отпуска, все хорошо, сегодня праздник, почему бы не погулять. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Если и вы стали свидетелем необычных событий, звоните к нам в редакцию по телефону 555-085. В студии с вами была Мария Лукьянова. До встречи в эфире и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин.